Поэтому, как говорится, люди рассказывают, но вот я решил тебя тоже записать. Еще раз расскажи про эту женщину, что там я не совсем понял. Ну, случай был такой в России. Вот. Женщина одела новые тупли. Ну, разумеется, по тем дорогам, как там она ходила, натерла пятку. А это мы все знаем, когда неразношенную обувь одеваешь, она бывает такие неприятности. То там, то там. Вот. И вот она терла. И вот как раз случай у меня милолойка, я ей предложил. Она взяла раз. Я же говорю, она уже почувствовала, ну как, конечно, потом пластырь еще сверху. Почувствовала, что облегчение какое-то. Она уже облегчает то, что масло, видимо, рассматривает. Ну, как это? Делает более терпим. Да, милолойка она проникает в глубокие свои кожи, да? И имеет такой обезболивающий эффект. Да, да. Вот именно. Потому что она, ну, то ходить не могла, то ходила. И при том, она, я же говорю, в этих туфлях она так ходила 2-3 дня. И в результате и это зажило. Она просто была поражена. Ну, надо же, говорит, так, говорит. Я, говорит, никогда не думал. А там же у них тоже есть какие-то средства, в аптеках берут и все прочее. А это просто действовало великолепно. Вот. Так что, я не знаю, были там у тебя такие случаи, что уже говорили об этом или нет. А это вот очень хорошая штука в этом случае, например. Молодец, хорошо. Ну, спасибо, что будет что-нибудь интересное еще, потом расскажешь мне, хорошо? Хорошо, хорошо, ведь. Это очень сложный по химическому составу, содержащий не менее 48 ингредиентов, в частности, такой уникальный, как иридофлорен, которого нет в составе других растений, обладающих бактерицидными свойствами, как, например, розмарин и эвкалипт. Является мощным природным антисептиком и используется во всем мире. Эффективное средство против инфицированных ран оказывает болеутоляющее и противовирусное действие. Обладает противогрибковыми свойствами. Область применения его невероятно обширна. Убедитесь в этом сами, ведь масло чайного дерева эффективно используется. При всех проявлениях простуды, насморке, боли в горле, кашле, ларингите, бронхите, а также ячменя, гублевой сыпи, герпесе, трещинах на губах, кровоточивости десек, как болеутоляющее средство, при ожогах, в том числе и ядовитыми растениями, ревматизме, растяжениях, синяках, мозолях и волдырях. При дерматите и всевозможных кожных заболеваниях, как экзема, псориаза, поясывающий лишай, тропические язвы, бородавки, ногтевая инфекция, а также успешно применяется для защиты и при укусах насекомых. Эффективно при уходе за нашими любимцами и домашними животными, как профилактика против блох, помогает избавиться от аллергии и зуда, вызвания укусами насекомых, при покраснении и воспалении. Да ничего, я вот смотрю, я говорю, я уже вроде забыл тебя, ну а потом вспомнил, как, ну конечно мелологией я пользовался все время, все это время, но вспомнил при том случае, что буквально где-то 2-3 недели назад я порезал палец, просто ножом скользь, и видимо его сильно повредил, много кровотечения было большое, ну я разумеется сразу же думаю, у меня собственно медикаментов других уже не было, я при переезде медикаменты убрал, и только мелологией раз туда, все, и закрыл пластырем. Какое-то время, ну я напрягался, конечно, этой рукой, она все равно, пришлось напрягаться, и она раскрылась рано. И я еще потом мелологией опять пластырем заклеил, потом третий раз, всего лишь 3-4 раза я все это сделал, да, и вот представь себе, я могу тебе сейчас показать, я говорю, ты можешь увидеть, например, как у меня, что у меня с пальцем. На пальцем абсолютно ничего не видно, даже разреза не видно. Ну видимо там... А рана была глубокая, да? Да-да-да, вот она, вот. Вот оно, ну там, там может быть след остался, конечно, но дело в том, что, конечно, там я видимо глубоко порезал, зацепил нерв, но дело в том, что меня удивляет одно, что срослось, тем более, что там была, как бы сказать, разрыв был, где-то до 2-х миллиметров она расходилась рано, при напряжении, когда я тяжелый поднимал, а приходилось поднимать, никуда не денешься, и срослась. Вот, что удивительно. А где еще потом? Вот, поэтому я хотел бы еще у тебя заказать, поэтому я вот и зашевелился, думаю, э-э, это хорошее вид, и знакомые тут у меня, я говорю, тут уже заинтересовались. Ну, молодец, ну мы сейчас оформим тогда заказ. Спасибо тебе за это хороший случай, то, что вы сказали, да? Ну да, конечно, только это тебе спасибо за то, что действительно, видишь, люди, многие люди, которые даже имея ее, не умеют пользоваться или не хотят, ленятся. Вот лень, это в самом деле, это самая такая наша проблема, а пользоваться ей надо, при любом удобном случае, раз, раз, раз и все, ведь сколько других случаев, там, герпес или еще какие-нибудь, там, прыщик какой-то или еще что-то, даже синяки, у меня вот были синяки, я тут уже раз, раз, я помажу, очень быстро уходит. Не знаю, или рассасывается, или что. Когда зубы чистишь, капаешь на зубную пасту? А, да, 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 нет, не часто, не часто, но если мне срочно или как-то надо, да, я всегда делаю, чтобы прохладно, ну не прохладно, а освежить во рту, и так легче дышится, дышится легко, да и вообще сам просто-напросто кожу, по коже разотрешь, или тут вот дышишь потом гораздо свободней. Хорошая вещь, очень хорошая. Оно прочищает дыхательные пути. Да, да, видимо, и поэтому я же говорю, что это, ну не то, я не знаю, может быть чудеса и другие бывают, но это от бога только, а это, видишь. Но когда зубы чистишь, все ж таки не жалей, делай это утром и вечером. Да, ну теперь, если я у тебя выпишу побольше, конечно буду это делать, а то я уже пораздавал ее, понимаешь, а теперь уже самому приходится по капельке, по капельке, вот почему я решил еще, еще, давай. Потому что, знаешь, как говорится, зубы в Германии это очень дорогое удовольствие. Да, знаю, знаю. Да, кстати, вот насчет зуба, да, у меня тут вот пломба вылетела, я постоянно туда, вот тоже, у меня до сих пор не было никаких проблем. Конечно, зуб все равно вырывать надо, там уже он крайний, но дело в том, что здесь всегда дезинфицирует очень хорошо. Да, да, убивает все вирусы, бактерии. Да, 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 да. Если у кого-то, например, оголенные зубы, со временем бывает, что вот этот санкляж, где сна уходит, и зубы такие оголенные. Виктор, еще одна большая просьба, кроме этой вот маленькой книжечки, которая прилагается туда, у тебя есть такая, чтобы, ну как бы общая, ну еще так, такой, чтобы... Да, в этом году, Николай, я хочу сделать такую книжечку, выпустить книгу, такую нормальную, может быть там будет страниц 30, может быть 40, в жестком переплете планирую, да, или в мягком переплете, примерно вот такого формата, сейчас тебе покажу. Ну, примерно вот такой величины, скажем, будет книжечка, и в этой книжке уже будет там написано, ну, всякие истории, там, откуда... Ну да, да, потому что там, там вот, знаешь, Витя, вот в этой маленькой книжечке, я не знаю, какая сейчас у тебя, ну, та, которая прилагалась, там просто написано несколько случаев, а и гораздо больше применять. А я хочу сделать такую нормальную, как литературную книгу, про меломолку вообще, про масло чайного дерева, где она там растет, в Австралии, Америке, как, что, где, как это все производится, просто я сейчас ищу человека, кто мне может этот текст откорректировать, чтобы, ну, как, чтобы он хорошо читался, потом надо это сверстывать все, и в типографии печатать. Ну, Витя, я, например, интересовался этим, я в интернет заходил, да, и много читал про это, я читал про это, там много описано, очень много таких, как бы сказать, вариантов, да. Да, я хочу, да, я уже сделал подборку, у меня уже, в принципе, эта книга есть, но только нужно проверить на русском языке, чтобы не было ошибок, и потом отдать ее вдруг и ранее. А это я могу сделать, если ты хочешь, чтобы ты это, я могу сделать, русский язык у меня в отличном состоянии, и точка, запятая многоточие, я знаю, где стоять. Тогда грамматику знаешь хорошо. Ну, я. Грамматику. Ну, хорошо, Витя, если что, то запиши адрес, на который ты сейчас мог бы выслать. Хорошо, на этом, как говорится, запись я закончу, а остальное сейчас я оформлю поиск заказ, хорошо? Ну, ладно. Спасибо тебе, что рассказал, так классно. А как началось с чего, что вы там где-то простыли сильно или что? Да, да. А где простили? В садике. Вы работаете в садике или как? Да, ага. И что там где-то, что-то продуло вас конкретно и как? Ну, конкретно, а как раз это было, представьте, летом я совсем была, был как раз грязь, здесь шло, у нас все группы болели здесь, и вот и меня затронуло это. Ага. Вот это, и вот, и думаете, хоть один у меня спросил, Илья, Завровский, или там Илену, давайте, мне такой, дайте, вот для моего ребенка, вот это вот так, не один. А как вы решили воспользоваться мне улочкой тогда, то, что так сильно простыли, ангина? Моя мама, она ей не изменяет. И чем мама говорит, возьми, ангину сразу все с рукой снимет? У меня это не ангина было, это не ангина, это вот не ангина, это вот именно когда глотать больно, это не ангина. Ну, это тоже ангина, когда горло болит. Да, да. Ну, и говорит... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok